В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде вновь появятся контейнеры для раздельного сбора мусора и будет благоустроен сквер по улице Ленина. В поселке Агадырщицкого района прошел семинар по вопросам освоения пустующих земель. Обработка земельных участков является главной проблемой нынешних земледельцев. Сегодня отмечает свою предюбилейную дату воинская часть 6505 Карагандинской области. Ушел из жизни казахстанский общественный и политический деятель, герой труда Казахстана, народный писатель Казахстана, лауреат государственной премии, филолог, академик Академии социальных наук, почетный профессор Казахского национального университета имени Аль-Фараби, Евразийского государственного университета имени Льва Гумилева, Абишки Кельбаев. Абишки Кельбаев родился 6 декабря 1939 года в селе Онды Магистаусской области. В 1962 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени Сергея Мироновича Кирова. В советский период занимал различные государственные должности. С апреля 1994 по май 1995 года председатель Верховного совета Республики Казахстан 13-го созыва. Назначался председателем комитета по национальной политике, развитию культуры и языка Верховного совета Республики Казахстан. С мая 1995 года работал государственным советником президента. В декабре 1995 года избирался депутатом мажориса парламента Республики Казахстан 1-го созыва, председателем комитета по международным делам, обороне и безопасности мажориса парламента. С октября 1996 по январь 2002 года государственный секретарь Республики Казахстан – советник президента. С 2002 года указом президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента. Он автор ряда сборников стихов, повестей и рассказов. Перевел на казахский язык роман ему пассана «Пир и Жан. Жизнь». Повесть Чингиза Айтматова «Ранние журавли». В переводе Абиша Кикельбаева в репертуаре театра в республике включены знаменитые пьесы «Король лир» Ромео и Джульетта. Абиша Кикельбаев, герой труда Казахстана, награжден орденом ОТАН и орденом первого президента Республики Казахстан. Его вклад в общественную и культурную жизнь страны неоценим. В Караганде вновь появятся контейнеры для раздельного сбора мусора и будет благоустроен сквер по улице Ленина. Меморандум об этом заключили Аким города Нурлана Убагиров и руководство компании «Эфес Казахстан». На встрече присутствовали общественники шахтерской столицы и благодарные жильцы. С подробностями Аим Амрина. Подписи и обмен рукопожатиями. Так городские власти и один из крупнейших производителей пива скрепили обоюдное соглашение о благоустройстве Караганды. Компания планирует реализовать два эко-проекта – благоустройство сквера по улице Ленина и раздельный сбор мусора для переработки и вторичного использования. У компании существует стратегия устойчивого развития. Она включает в себя такой элемент, как социальную ответственность. В рамках исполнения этой стратегии во всех странах, где работает «Эфес», вне зависимости от условий, которые предоставляет государство или не предоставляет компания, так или иначе исполняет свою социальную ответственность, реализовывая социальные проекты. Вместе с установкой зеленых контейнеров для раздельного сбора мусора среди населения проведут разъяснительные работы. Агитацию такого рода компания поручила общественному объединению посадить дерево. Аким города Нурлан Аубакиров выразил надежду, что инициативу компании «Эфес Казахстан» подхватят и другие бизнесмены. Понятно, что есть первоочередные задачи, которые связаны именно с выплатой заработной платы, с погрешением коммунальных услуг. Но именно зоны рекреации, благоустройства нашего города – это вопрос не последнего характера, и он должен быть оттоливого угла. Присутствовавшие на встрече активисты Караганды с улыбкой вспомнили судебные тяжбы длительностью в два года. И вот их мечта оставить сквер осуществилась. Место не будет застроено супермаркетами. Там будут поставлены лавочки и оборудована детская площадка. И если там будет вот такая детская площадка, там будет какая-то зелень и будут выложены тротуары, то это будет очень хорошо. Я очень вам благодарна от имени наших жильцов. Большое вам спасибо. Работы начнутся совсем скоро. Компания «Эфес» выделит на эти проекты около 30 миллионов тенге. Аймамрина Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Денег на окончание строительства новой тепломагистрали М8, которая должна обеспечить отоплением будущую мечеть в Пришахтинске, в бюджете нет. Работы, начатые еще в 2012 году, сейчас приостановлены. Поэтому населению Пришахтинска придется еще какое-то время обойтись без мечети. Такой ответ на обращение волонтеров дали и власти города. Специалисты отдела строительства города рассказали о денежных затруднениях, которые возникли при прокладке труб. Пришлось сделать реконструкцию и заменить трубы на более широкий диаметр. Это позволит обеспечить теплом не только дома Пришахтинска, но и другие объекты. Для завершения объекта необходимая сумма в порядке 1 миллиард 200 миллионов тенге. Мы со своей стороны, отдел строительства, как администратор программы и заказчик строительства, будем подавать соответствующую бюджетную заявку на следующий год, чтобы нам среди луканского бюджета выделили необходимую сумму для завершения данного объекта. При благоприятных прогнозах строительство тепломагистрали от ТЭЦ-3 до Пришахтинска будет завершено в следующем году. После этого объекта отдадут на баланс услугодателя. Специалисты Акимата уверяют, дальнейшее распределение теплосетей не в их компетенции. Акимат города Карагандык, государственное учреждение, мы не являемся балансосодержателями данной тепловой сети и, соответственно, технические условия на подключение и проектирование выдать не имеем возможности. Это получается, как бы, у нас нет такой юридической силы, чтобы выдавать технические условия на подключение и проектирование данной мечети. Жители Пришахтинска недоумевают, куда им обращаться теперь. С их слов, теплоподающая организация в этом вопросе ссылается на Акимат, а чиновники, в свою очередь, направляют людей обратно. Между тем, будет ли теперь построена мечеть, остается под вопросом. Аймамрина Исламбеку Спан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Обработка земельных участков является главной проблемой нынешних земледельцев. В поселке Агадыр Щетского района прошел семинар по вопросам освоения пустующих земель. Мероприятие было организовано Карагандинским гражданским советом «Казахстан-2050». Наша съемочная группа узнавала подробности. Щетский район занимает 6 995 361 гектар. Из них 1 950 000 гектаров на сегодня не обработаны. 16 271 гектар были возвращены прежним хозяевам. Теперь стоит задача распределить по крестьянским хозяйствам оставшиеся 256 пустующих участка земли. Мы рассматриваем все субъекты по законному кодексу о земельных участках. Сейчас на территории Щетского района множество гектаров земли необработанных и пустующих. Наша цель – обсудить все вопросы касательно этой проблемы и разрешить использование тех или иных земель в будущем рационально. Со слов выступающих, земельный закон менялся четыре раза. Все земледельцы до сих пор пользуются старой документацией. Теперь им предстоит большая работа по переоформлению и приведению в порядок документов. Отработка и использование пустующих земель рассматривается в 43-й статье Конституции. По закону пустующие участки должны распределяться между крестьянскими хозяйствами. Многие крестьянские хозяйства сейчас распустились и теперь не в состоянии заниматься обработкой земли. Со стороны местных бизнес-ассоциаций были даны разъяснения в части изменений, которые коснется со следующего года. То есть в части изменений налогового кодекса, в части изменений земельного кодекса. Все эти моменты были вышесказаны главой государства в своем ежегодном послании народу Казахстана. Он конкретно на этих обстоятельствах остановился. В связи с этим данный обучающий свой рода семинар, я думаю, прошел очень плодотворно сегодня. Наша страна имеет необъятные просторы. Наш долг – беречь нашу землю и разумно ее использовать во благо народа. Карагандинские магистранты политеха слушают лекции ведущих профессоров мира дистанционно. Это стало известно из встречи ученых, которые состоялось в стенах Карагандинского политехнического университета. Сагиновские чтения в честь столетия академика Абелькаса Сагинова продолжаются. Подробности в следующем сюжете. Ученые обсудили актуальные вопросы развития высшего профессионального образования. Речь шла о современном состоянии робототехники. Карагандинский политехнический университет работает в международном проекте дистанционного обучения «Синергия». Магистранты ведущих вузов в нескольких стран обучаются в онлайн-режиме, где им показывают современное оборудование по сборке роботов. И наши вузы не в состоянии, скажем, приобретать такое же оборудование, вкладывать такие средства, как это делают западные вузы. Но мы купили оборудование ФЕСТа, части какие-то, и совместно объединили, получили такую же лабораторию, как, скажем, в Штаткарском университете. Профессор Венского университета технологии Бранко Каталинич оценил развитие робототехники в Карагандинском регионе. Также иностранный гость отметил, что всем им есть над чем трудиться. Руководство университета очень мудро и очень цельно ориентированно развивает этот университет и постигает такие результаты, которые делают, что этот университет находится на одном очень-очень хорошем интернациональном уровне. Обмен опытом состоялся. Однако сотрудники Политехнического университета признают, пока они работают больше на перспективу. Ведь те знания, которые получают студенты старших курсов на занятиях, в мини-лабораториях, пока негде применить на практике. На данном стенде применяется робот компании «Митсубиши», который в настоящий момент практически не применяется на территории Казахстана, однако. Перспектива реальна, верят сотрудники университета. Ведь глава государства в послании народу отметил необходимость развития именно этой сферы науки. Аймамрина Исламбеку Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Академия Булашак вновь разыграла гранты для выпускников школ Карагандинской области. Ученики, желающие поступить на педагогические профессии, показали свои способности к психолого-педагогической деятельности. Подробности в материале Ларисы Хусаиновой. Команда Карагандинской школы номер 66 на протяжении трех лет занимала первые места в этом конкурсе. И сегодня они вновь показали свои творческие и педагогические способности и заняли первое место среди русскоязычных школ. Мероприятие очень увлекательное. Очень нравится дух соперничества. Конечно же, главное участие, но победа тоже очень важна. Поэтому мы амбициозно настроены только на победу. Это мероприятие нам очень нравится. И ежегодно наша школа принимает в нем участие. Академия Булашак совместно с областным управлением образования с 2010 года проводят конкурс «Юный педагог, психолог и воспитатель». Учащиеся выпускных классов, школ, лицеев и гимназии Карагандинской области, которые планируют поступать на педагогические специальности, могут заранее познакомиться с выбранной профессией. Ежегодно формат конкурса меняется. Предлагаются различные варианты заданий. В этом году организаторы поставили непростую задачу – разыграть и проанализировать педагогические ситуации. С каждым годом конкурс привлекает все больше и больше количества участников. Этот конкурс позволяет как раз-таки определить профессиональную ориентацию выпускников школ, способствовать раскрытию способностей к педагогической деятельности. Мы же, в свою очередь, пропагандируем научно-педагогические знания, мы повышаем тем самым статус педагога. И, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к работе, к деятельности педагога возрастал. Командам с русским и казахским языком обучения, которые заняли первое место, предоставляется грант на бесплатное обучение на первом курсе. Участники, занявшие второе место, получают скидку 50%, а третье место – 25% за первый год обучения. Организаторы не оставили без внимания и остальных ребят. Все участники, которые не заняли призовые места, получат сертификат на скидку 5% за первый курс. В конкурсе приняли участие более 20 школ Карагандинской области. Лариса Хусейнова, Жасалам Глубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. За широкими плечами отваги кроется настоящий патриотизм. Сегодня отмечает свою предюбилейную дату воинская часть 6505 Карагандинской области. Именно 6505 выполняет все ответственные задачи добросовестно и качественно. Служащие части неоднократно становились обладателями почетных наград и медалей. Подробнее о торжественном событии вы узнаете из сюжета Осельца Занбаевой. Одна из самых старейших и крупнейших воинских частей Национальной гвардии Республики Казахстан отмечает свое 59-летие. История части берет свое начало с 199-го отдельного отряда конвойной охраны МВД СССР. Охрана была сформирована в 1956 году в поселке Доленко. В части проходила служба 163 участника Великой Отечественной войны. Многие из них награждены медалями за отвагу. В сегодняшнем торжестве почетными гостями были ветераны воинской части 6505. На это мероприятие были приглашены взаимодействующие органы города Караганды, ветераны наши, а также семьи военнослужащих, офицеры военнослужащих по контракту и солдаты. Это мероприятие включает в себя торжественное мероприятие, которое зачитывается приказы главнокомандующего Республики Казахстан, командующего регионального командования Уорталов, а также приказы командиров воинской части. Воинская часть 6505 – это коллектив грамотных современных военнослужащих, с честью выполняющих свой долг. В части служат истинные патриоты нашей страны. К примеру, Руслан Батакараев. Награжден медалью уже не в первый раз. Однажды, сам того не подозревая, мужчина совершил подвиг. Рискуя своей жизнью, он бросился спасать женщину от вооруженных грабителей. В данный момент я работаю в воинской части 6505 больше 10 лет в воинской национальной гвардии. Я горжусь, что служу в этой части, в национальной гвардии. Есть такая профессия – защищать Родину. Сегодняшний день, это 59-я годовщина нашей воинской части, был награжден медалью, награжденным знаком от командующего урталых воинской части 655 генералом Ботахановым. На торжестве военнослужащим вручали памятные грамоты и медали. Яркие танцы, громкие поздравления создавали колорит настоящего праздника. Уважаемые ветераны, уважаемые гости, господа генералы, офицеры, военнослужащие по контракту, господа солдаты, от имени регионального командования порта национальной гвардии разрешите поздравить вас с 59-й годовщиной образования воинской части 6505, пожелать вам всем крепкого здоровья, благополучия в семье, успехов в боевой подготовке, в выполнении посадленных перед вами боевых служебных задач. Служить Родине – это долг каждого. Мы здесь для того, чтобы небо Казахстана было всегда светлое и чистое, говорят военнослужащие. А сердце Замбаева, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Известный журнал «Мама Сети» организовал главный фэшн-показ сезона, а ведущий казахстанский дизайнер Аида Кауменова порадовала местных ценителей модой блистательной предновогодней коллекции. Подробности в материале Дианы Рамазановой. Состояние души и блеск в глазах. Именно так ведущий казахстанский дизайнер Аида Кауменова описывает современную успешную женщину. Аида представила карагандинской светской элите свою капсульную коллекцию, которая, судя по восхищенным взглядам, завоевала сердца модниц. При новогодней коллекции дизайнер дала название «Карлыгаш», так как эта птица олицетворяет счастье, гармонию и благодать. А все представленные наряды выполнены из богатого материала велюр и, конечно же, на национальном колорите. Я считаю, что нужно, чтобы женщине говорили, как вы красиво. И я уступаю это место. Я бы хотела, чтобы каждая обладательница нашего платья слышала именно такой комплимент. Потому что то платье, которое по-настоящему вам идет, оно не будет выбиваться на первый план. И не будет хотеться говорить, какое у вас красивое платье. Потому что это такой очень гармоничный союз. И в котором любой, кто встречается с этой женщиной, говорил, как вы красиво сегодня выглядите. Ровно год назад в Караганде открылся журнал «Мама Сити». А после, когда своего рода помощник для молодых мамочек начал пользоваться большой популярностью, директор журнала Асель Саматова запустила реалити-шоу под названием «Супермама». Мы создали реалити-шоу «Супермама», в честь которого мы организовываем, получается, закрытые показы. В Караганду мы решили привезти топовых дизайнеров. Для чего? Для того, чтобы Карагандая – город большой, миллионник почти, но при этом живности нет. И мы решили сделать что-то такое действительно фэшн, прикольное, интересное, что-то для женщин. Так как мы журнал для женщин. После успешно прошедшего показа дизайнер Аида Кауменова чаевничала с поклонниками своего творчества, а также любой желающий мог приобрести пришедшийся по вкусу наряд из новой коллекции. Диана Рамазанова, Жаслан Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Лидирующий мобильный оператор KSL открывает новые возможности для своих клиентов. В Караганде распахнет свои двери магазин совершенно нового формата – KSL Store. Новая ритейл-сеть этого мобильного оператора уже работает в шести городах Казахстана. Опыт их работы доказал – абонентам понравился новый концепт Stop KSL. KSL Store предлагает для своих клиентов новый формат обслуживания. Карагандинцы и гости города смогут не только выбрать телефон по душе, но и протестировать его. Абонентов ждет квалифицированный персонал, готовый рассказать обо всех новинках рынка и продемонстрирует любые гаджеты. Клиенты смогут обсудить свою покупку с друзьями за чашкой кофе и воспользоваться бесплатным интернетом. Магазин будет обслуживать клиентов сразу в трех направлениях. Абоненты сотового оператора смогут подключить номера, пополнить баланс, сменить тариф, получить консультацию и, наконец, стать обладателем смартфона. Ценовой порог начинается от 9 тысяч тенге. Клиенты для нас самые важные. И мы создали условия, при которых наши специалисты, консультанты в неформальной поседе, в неформальном общении могут предложить все, что необходимо нашему клиенту. Это 140 моделей смартфонов и телефонов. Ценовой группой от 9 тысяч. Это различные аксессуары. Кейселл Стор распахнет свои двери для клиентов 12 декабря в 10 часов. Сотрудники компании приглашают посетить его по адресу Бхаджрау 59-2 в торгово-развлекательном центре Ситимол. Для этих людей, для тех, кто идет в ногу со временем, мы открываем и будем открывать подобные точки по всему Казахстану. Аймам Ринатолий Генрошитов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. И еще об одном. В проекте «Казахстан-даусы» принимает участие и наш земляк. Карагандинец Ербол Тажибаев родился в 1990 году. Мать – завуч в средней школе, а отец – инженер. С детства Ербол любил петь. Окончил Карагандинский колледж искусств имени Татимбета по специальности вокалист-классик. «Для меня Казахстан-даусы – это большая возможность заявить о себе на всю страну. С помощью проекта надеюсь показать весь свой потенциал», – говорит конкурсант. В проекте Ерболу помогает Мадина Садвакасова. Поддержать карагандинца вы можете 13 декабря в воскресенье в 21.00. Отправляйте смс номером 16 или звоните на номер 3075. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Приятных вам выходных. Хамазов, Олмсдар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА